Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствую вас в программе «Юрист для вас». Я Александр Маломан и адвокат Михаила Перепелица. Добрый день! Добрый день. Михаила, мы сегодня поговорим о насилии. Эту тему мы неоднократно обсуждали с тобой в предыдущих программах. Но, как мы видим, это достаточно актуальная тема сегодня. И думаю, что ей нужно посвятить целую программу, для того, чтобы, возможно, проинформировать наших телезрителей о их правах, о их обязанностях. Потому что наша цель, в первую очередь, цель нашей программы призвана информировать наших граждан об их правах и их обязательствах. Если существует на сегодняшний день какая-то мировая практика, и каким образом мировая практика и ее тенденции применяются у нас, в Республике Молдова. Да, проблема violенции asupра фемеилор, в последний момент, это очень актуал. То есть специалисты и психологи не comunicают, что это проблема связи с обучение общества. И это проблема, которая, в основном, и персисты на цели патруи социальных, которые более vulnerables, или менее обучения, которые более обучения обучения. То есть проблема egalности, между женщиной и женщиной, что-то не существует. В этой стране, которая считается, что женщины имеют меньшие древности и возможности как барбатии, то барбатии обрежат, и многие случаи, что это такое, что мы можем сказать, и мы можем сказать, что, действительно, это проблема достаточно большая. Начиная с 1952, начиная была создана на уровне mondial, а у нас конвенции. И с депутат что депутат семей в деле очень большой в руках и как участвуют в diocesи главные депутаты аль SEO Дupa же в начале Украина у partir с выставками к конвенции подредно депутатурные политические семьи пока соответствия депутат и депутат и депутат и ручные которые получают советы и кэшрая ученые в его , на и Доброе утро! в базу эмитерии университетов интернационалов, которые являются именными от Республики Молдова и при которых нашему государству будет обязать эти конвенции и выполнить, на уровне local, какие-то механизмы для позволения и для эгалитета женщинам рэндов с бэрбацами. То есть, эта луна продолжается для женщинам рэндов, не только мэрия луна, но и бэрбацами луна для древних людей, но и все это делают для эгала поцелу, а мэрия, дирэндов, а бэрбатолу. Требея требует са куноаска от университетов, а университетов, а университетов, требует са фака диферента, че феал деферента ендрепта асупра ей, и нужно делать ошибки между чтимами, от когда она была discriminants на месту, а не задача, она забыла в организме, он не сумел, или если она переходит в умомне и нужно degradировать у женщины с ребятами или мужчины, или женщины с дредством их заработной заработной fiscal, Обыкция обыкновен, обыкновен со словно, обыкновен со стороны и обыкновен со стороны, обыкновен со стороны, делать темы. Думаю, как говорится, нужна тема, что это для девочек, если женщина в этом случае навсегда в этом случае, когда она была в этой ситуации. Если говорим об обойте,ブой о женщине, когда она в этой ситуации, это для того, чтобы сélять自由. В семье они упомяя в каждую днюю жизнь. В семье они упомяя в каждую днюю жизнь. В семье есть в семье, когда человек обучает женщина в каждую днюю жизнь, это даже соц или партнер, или еще другим парам, может быть и днюю жизнь. Воленца физика, когда женщина становится ботит, ловитой формы, например, трассы пар и многие другие акции конкретные, они становятся в акции violенты. Действительно, как формы, а воленца, это воленца нон-вербал, То есть, то, что не связано с физической агрессией с людьми. То есть, это скрисори, жесты, действия в отношении женщины, смеси, телефоны, которые оформляют, предложения индустрируют. Мы сейчас говорим о том, что мы говорим, то есть, речь идет, возможно, о том, что мужчина, допустим, или какое-то лицо пытается каким-то образом проявить манифестацию сексуального домогательства, которое проявляется в вербальном или в невербальном каком-то общении. Расскажи телезрителям, есть ли предусмотрены нашим законодательством какие-либо уголовные либо административные санкции, и если есть какая-то статистика в этом плане, и какие, возможно, существуют наказания, в данном случае, если такое происходит, то что, в данном случае, потерпевшим лицам делать? Да, да. Соответственно, учитывая статистика европейная, в каждую день учитывая 12 женщин. И 38% из этих женщин, которые учитываются, учитываются от партнерами. 42% из этих женщин, которые учитывают физически от других женщин, и они учитывают линии корпорации, фи медиа, фи грави, которые могут быть вредными, серьезными черными женщинами, в жизни. Для атериа семьи образуется в холодной формы, фи ея физическая, фи ея non-verbalа, фи ея экономика. и в другую сторону. Республика Молдова а elaborат на этот уровень много механизмов логов с violенцами, так в семье, как и в других местах. Если мы говорим о violенцах на локу, это может быть, в первую очередь, что мы должны адресать, что мы должны говорить о violенцах от того, что они понимают, что они будут ли у них вистине для абузов, потому что это оборота оборота, оборота, например, шеф-пот или другая, которая имеет о ярхею большая фааа и вистина, которая о фемее. Да, и она должна быть сомненеть оборота в органах в полиции. В этот кастре есть у артикла в подъем в пенал который называется «Хартуиря Аминда, если мы говорим, что женщины были применены какие-то физически, эмоционально, если какие-то действия насильственного, либо вербального, невербального характера, принуждение к каким-то действиям против ее воли, реально могут возбудить уголовное дело с применением определенных санкций до 40 тысяч лей. Да. И в том случае, если, допустим, женщина, ну хорошо, допустим, существуют случаи тогда, когда данный факт происходит либо дома, либо на работе. Женщина, допустим, на утро встает, там или не идут на работе, просыпается. Если это дома идут утром в полицию, пишет жалобу. Если это на работе происходит, то женщина, там после работы, идёт опять же в полицию, пишет жалобу. То есть? И телефон в полиции и скажу о чем-то событие, что случилось на работе. Были, что-то, по-другому, есть кемеры, в виде, и органула, полиция, то есть, что подходит в процессе выборе, что это что-то, которые происходят в мартуре, и что-то, что-то с работали. Чем же и о умилеинстве, а субальтерне, или даже и ануми акции, как следует изменили, что, что с созданием людей, То есть, по сути дела, об этом должны знать не только женщины, но и мужчины, что в том случае если они, скажем, переступят определенные нормы, этики по отношению к женщине, к женщинам к ним может быть применены административные, либо уголовные санкции в виде штрафа, либо достаточно серьезного, причем штрафа до 50 тысяч лей, либо определенных работ в пользу государства. Да, аж есть и досар penal, есть и у кондомнария о персоне, и в том случае, если мы говорим о том, что есть свидетели, в данном случае это на работе, либо это дома происходит, но если это происходит в парке, на улице, в данном случае, что бы ты посоветовала сделать женщине для того, чтобы предотвратить как минимум те противоправные действия со стороны третьих лиц, которые могли бы повлиять и может быть привести к какому-то негативному исходу, потому что помимо всего прочего, данные факты негативно влияют и на психику. Может быть, мужчины в данном случае не доведут, или злоумышленники, скажем, не доведут какие-то свои противоправные действия до конца, но психологически в данном случае у потерпевшей могут остаться на всю жизнь психологические какие-то травмы. В таком случае, наверняка, этот миссаж должен быть не только женщинам о том, что они имеют право на защиту, но, наверное, мужчины об ответственности в данном случае достаточно серьезной. Но тогда необходимо в данном случае набрать службу 112 и обратиться к оператору с чем? Что должны делать женщины в данном случае для того чтобы донести до оператора проблемой с которой она столкнулась? В данном случае, когда женщина обогресает, даже и verbal, в страде, это очень важно, чтобы она адресить о плэнгере. В первую очередь, чтобы телефонить в центру уник, который мы сейчас имеем, и, возможно, не отключить телефону, то есть, когда человек обогресит себя в этом случае, то из-за того, если она начинается с генералой, а у陽орру, то есть, и это реальностьOWN, и аnego, как раз присоединяя, или, если если человеку открыта в акциюты поборде wre lembr с д ありентом, или как раз посадить его миссия, или вроде бы обратить его, например, у культура, или у мужчины, или с фампанси, или, например, его опусить или культура, д, или этого, актиму, эти актины нехулиганические, и они нехулиганические, если нехулиганические, если они находятся в гости, в парке, в фауе в магазине. В этой ситуации, женщина, да, это бинет, чтобы оплелиться на полиции, если возможно, чтобы регистрируйте с помощью в телефонного своего, потому что есть такая возможность, чтобы вложить в магазине, если актинили Вопросы и машины в действии, которая стекла в заявлении, strongly ориентированная экология л бросает, и она понимает что это и беременность, что это может быть некрасиво, если это значит, что она сделает в магазин, где есть еще много людей, или в ресторан, где есть камеры, чтобы сделать�ы, которая вытескиваетесь, чтобы другая женщина, которая не поможет, если они поможет на reporting, то это будет Продолжение следует... 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 Что в том случае, если родитель хоть раз посмел поднять руку на ребенка, родители решают родительских прав. И мы видим не одно решение и жалобы со стороны родителей. Даже очень много я читал практики граждан Румынии, которые переехали в скандинавские страны. Просто их лишают детей. Детей передают новопечения государству. Они, соответственно, наказаны, потому что они определенно совершали противоправные действия насильственного характера против детей. Это очень важно. Я думаю, что школы должны подключиться в этот вопрос. Отości,анный адаптный активов, соответственно, мы решаем беседу к тем, что у боль customizationи за тел熱 오늘은 родители 올�짓. Если в семьеточный комплекс那些 спасибо, когда родители один дев ученины Stanford ov Square, или в семье для школы, replicated, родители бобейся в наше幫тое деваются и одни новости свои знакомства. это случилось. Профессории требуются анонсировать эти органы в полиции. У нас есть информация из-за того, что какие-то детей обучают sexual или физически из-за родителей, из-за родителей, из-за родителей, из-за родителей. Профессории спрашивают что они были социальными и почему не сказали обучать обучение для того, чтобы было известно на свидетельство, чтобы выяснить полицейский сектор, чтобы обучить и видеть ситуация. Обучают родителей от алкоголя, не обучают, чтобы их обучать, но когда они случаются эти вещи, уже школа и полиции религают анонимные вопросы. Я думаю, что здесь на самом деле государство должно применять санкции не только к людям которые совершают такого рода преступления, но и к людям которые не сообщают. То есть мы говорим о том, что они пасивно отнеслись к ситуации которая довела данного преступления, потому что идут сначала вербальные какие-то действия, потом насильственного характера и потом в данном случае кто знает, статистика показывает, что только начиная с 2010 года в 2010 году было возбуждено уголовных дел только в 2010 году более 100 уголовных дел по 173 статье, о которой ты говорила. Соответственно, данная ситуация, когда умалчивается этот факт, соответственно приводит к более серьезным действиям со стороны, потому что умалчивание оно порождает большее, серьезное и большее количество наказаний, потому что общество-то знает об этой ситуации, соседи, школа, все знают вокруг, но никто ничего либо по боязни не сообщают в органы либо опеки попечительства, либо в органы полиции. В данном случае соответственно, наверное, государство должно применять более серьезные меры, допустим, по протекции данных людей и возможно существует и практика, допустим, которая выдается либо полиции, либо прокуратурой, либо судом. Умм, не существа, Продолжение следует... ...organele poliției, dar nu că sunt obligați să facă acest lucru. Dar noi avem și așa o practică prin care victimele, fie ei minori, fie ei majori, deci din partea victimilor poate să meargă cu cerere de chemare în judecată față de organele statului, față de stat pentru repararea prejudiciului material și moral al victimei. Atunci când organele statului au fost anunțate și nu au întreprins măsurile necesare pentru a proteja victima. Sau nu au asigurat o asistență socială, o asistență medicală, o asistență psihologică necesară victimii și acestă adus la care va consecinție gravide, și în acest cas răspunde statul. не написали соответствующие жалобу заявления или докладную записку на имя полиции либо прокуратуры. И соответственно привилог дальнейшим negативным последствиям. Да. И в этот раз для защиты внеадеквата вихтиме и в частности, а на имя человека, которые вы и отнесли, ответили в статус, с междунательным финансиером. Потому что человек, который был висок, имеет право для того, чтобы умереть, чтобы умереть, чтобы умереть, чтобы чтобы умереть, что органицы штатов не сделали и что умереть в continuу, с удовольствие в последствии. Статус отвечает за это. Это происходит в правильной власти, в комбатеры и вовлекетной семьи. Хорошо. Но, допустим, на сегодняшний день, как работает система? Возможно ли получить какое-то определение судебной инстанции о том, что, допустим, значит, значит, преступнику либо правонарушителю запрещается общаться, допустим, с жертвой в течение шести месяцев, скажем. И в данном случае существует практика о том, что органы полиции, то есть необходимо обязательно прийти в полицию, задокументировать, или сейчас можно просто позвонить, и полиция обязана сразу применить всякие меры для того, чтобы изолировать правонарушителя или человек, который совершает определенные правонарушные действия. Да, да. Această apel poate să parvină atât de la persoană cât și de la vecini care cunosc situația din această familie și au auzit ceva. Deci trebuie iarăși să reacționeze și vecinii, și rudele, toți cei care cunosc că poate să se întâmple ceva. În acest caz, poliția vine, va emite un act care se numește ordin de restricție de urgență, deci imediat va scoate din acea locuință agresorul, îl va identifica, îl va scoate. Deci va întreprinde toate acțiunile necesare, va explica persoane ce nu trebuie să facă și pe victime, iarăși îi va explica ce trebuie să întreprindă pentru apărarea drepturilor sale și al copiilor minori. Pentru că, de multe ori, femeia este agresată și copiii minori sunt victime sau ale agresiunii, de asemenea pot să fie bătuți, sau sunt marturi a agresiunii, ceea ce afectează în egală măsură. Și deci organul de poliție are aceste mecanisme, deci femeile nu trebuie să se teamă că atunci când vor chema poliția sau vor solicita ajutor, vor rămâne în casă cu agresorul, pentru că s-au făcut modificări în lege și poliția de acum are această competență, ca imediat, fără careva leziuni corporale, fără careva probe, că femeia să le arăte, știu, video, audio, pur și simplu a spus că el mă agresează. Și deci pe perioada de 10 zile poliția poate să-l oblige să părăsească locuința comună, să nu se apropie de această persoană, să nu comunice cu victima, cu copiii minori, să nu întreprindă careva acțiuni legate de bunurile acestor, să vândă ceva. Deci femeile trebuie să reacționeze, nu trebuie să tacă și nu trebuie să sufere sau să se condamne la această viață care suferă și ele, și copiii, și toate rudele. Deci vreau să spun că victime ale violenței în familie nu sunt numai femeile și copii, sunt și persoanele vârstnice. Pentru că, conform statisticii noastre, fiecare persoană vârstnică a fost supusă unei violențe, măcar o dată în viață, iar a treia parte din aceste persoane vârstnice sunt supuse violențe în familie. Iarăși sunt, drepturile lor, iarăși sunt apărate de această lege. Subiecția acestor legi sunt persoanele care sunt căsătorite, persoanele care se trăiesc în concubinaj, persoanele care sunt divorțate, deci rudele, afinii, deci este un spectru larg ceea ce se numește membru de familie. Nu doar soțul și soția și copii, chiar și cei care locuiesc împreună cu persoană pot să adreseze un apel telefonic cel puțin, dacă nu o cerere la poliție, ca să fie apărate de către agresor. Agresorul poate să fie copilul în privința părintelui mai în vârstă, agresor poate să fie soția față de copii și tatăl față de soție și față de copii, deci mai multe, nu doar bărbatul împotriva femeii. În această perioadă de 10 zile, victima depune o cerere în instanță de judecată, prin care solicită ordonanță de protecție a sa și asupra copiilor săi, care sunt de asemenea victime ale violenței în familie. Deci cererea se depune de către ea, poate să fie depusă nu numai în instanța de judecată, poate să fie depusă la organul de poliție, poate să fie depusă la autoritatea administrației publice locale, la primărie, de exemplu. Și primăria satului este obligată să transmită această cerere la instanța de judecată din acel loc. Deci femeia poate să depună această cerere oriunde. Nu este un anumit... Deci la locul unde s-a întâmplat acest lucru, la locul unde locuiește, unde are domiciliu, unde închiriază, nu doar acolo unde are domiciliu ea sau agresorul, la oriși care loc a organului de poliție, a primăriei sau a organelor de asistență socială a copilului. Deci tutorii de asemenea pot să depună cerere în privința copiilor de care au grijă, deci dacă a oflat ceva. Deci această cerere se examinează de către instanța de judecată în timp de 24 de ore, din momentul ce a fost înregistrată. Judecătorul face acele acțiuni de urgență. Deci telefonează numai decât agresorul și îl invită. Deci este important de indica toate datele, cum se poate de-l găsit pe agresor. Chiamă polițistul de sector, care de asemenea va face un raport asupra cauzei și va spune ce s-a întâmplat când a intrat în casă, când a fost apelat, cum se caracterizează persoana, cum se caracterizează familia respectivă. De asemenea, organul de protecție a drepturilor copilului este invitat în cazul în care se vorbește despre violența asupra minorilor. Deci judecătorul examinează și ascultă părțile, în acest caz, pe victimă. Victima poate să fie asistată de un avocat gratuit. Deci agresorul nu este. Instanța și statul nu acordă asistență gratuită în cazul de față agresorului, doar victimei. Agresorul poate să nu se prezinte de multe ori, deci nu vrea să se prezinte sau nu poate. Sau acesta nu împiedică instanța să examineze cererea în baza actelor care sunt prezentate. Nu este necesar numai decât cum era, cum se vehiculează în practică, că persoana dacă a suferit fizic doar cu anumite leziuni corporale și ale acele certificate de la medicina legală, doar în acest caz este agresiune. Nu, agresiunea este și verbală, și psihoemoțională, și economică atunci când persoana nu poate să folosească careva mijloace bănești, trebuie de fiecare dată să ceară de la soț. Deci femeile trebuie să se informeze ce fel de violență este manifestată în privința ei. Și să descrie foarte amănunțit în cererea sa adesată instanții de judecată, ce fel de violență a fost împotriva ei, pentru că instanțile de judecată de multe ori resping cererile victimilor și invocând faptul că aceasta nu este o violență, dar este o neînțelegere familială. De aceea, victimele trebuie să descrie actele de violență concrete, lovitură, înțepătură, mușcătură, tot așa cum s-a întâmplat, pentru ca instanța să facă diferență. Este aceasta o violență conform legii de la combaterea violenței în familie? Pentru că legea definește foarte clar ce este violența sexuală, ce este violența economică, este și violența spirituală. Deci toate formele de violență și toate acțiunile care pot să fie întreprinse împotriva victimei sunt foarte strict desfășurate. Chiar și violul conjugal este considerat o parte a violenței sexuale. Atunci când soția sau soțul este supusă unor acțiuni sexuale împotriva voinței acestei, iarăși este definită ca violență sexuală în cadrul familiei. Și agresiunea sexuală în cadrul familiei, de asemenea, este o parte a violenței sexuale. De aceea, este foarte important ca persoana să descrie toate aceste momente. Este de asemenea un moment specific și anume faptul că persoana poate să adreseze această cerere personal sau poate prin reprezentant. Dacă ea nu poate să iasă din casă sau nu poate să comunice sau este internată undeva în spital sau este într-atât de mult bolnavă că nu poate să facă această cerere față de organele pe care le-am enumerat, atunci acest lucru poate să-l facă reprezentantul său. Deci reprezentant, în acest caz, sunt organele de poliție, organul de asistență socială, procurorul, deci persoanele care protejează această persoană, deci oriși care altă persoană care doar în acest caz trebuie să fie acordul victimii, pentru că dacă persoana este majoră, trebuie să-și dea acordul ca cineva să facă această cerere din numele ei. Totuși, legea spune că atunci când oriși care persoană, un vecin, o rudă, cunoaște despre o situație de conflict care poate să ducă la vătămare corporală a victimei, poate să ducă la aplicarea armei, deci cunoaște anumite situații mai serioase decât pur și simplu o violență non-verbală, atunci este îndrept să facă această cerere fără acordul victimii. No, și тогда, наверное, стоило бы также подчеркнуть о том, что в том случае, если жертва находится в доме, в данном случае в доме сожителя или правонарушителя, в том случае, если на самом деле он проявляет к ней какую-то агрессию, ей может быть предоставлено определенное социальное временное место проживания, где она с ребенком может проживать под опекой государства. Este posibil și așa ceva, да. Deci, organile statului sunt obligate să propună un loc de trai pentru victimă și pentru copilul său. Dar, de cel mai des, anume agresorul este înlăturat. Chiar și dacă acest bun aparține lui, dar dreptul de habitație l-are soția și l-are copilul minor în acel apartament sau în acea casă. Друзья, что все-таки есть, которая называется, их избежать от этих законов, в частности, которая специально на 90 дату. То есть при периодах 30-60 или 90 дату двери, а геройния, это обязательства не нуждаясь во время границы, не нуждаясь в данные акции, не вытянет, а не успеясь, а не сделает паразит детей, и несмотря на него в этот раз в первую очередь, И, соответственно, когда люди с адресатся на прокуратуру, или в акции агрессору, или в определенные инфракции, то есть привезута в семье, в артеке, в акции, че, в этот момент, персоана, это уже не объекта в инфракции, потому что, в этот момент, они происходят лезиони корпорали ушоаре, меди, граве, или даже децеса у виктимии. Акеста ест уже досар пенал. Атунча, когда са провокат лезиони корпорали неинсемнате, есть contraвенця административа, и арши, виоленца в семье. То есть, в эти казы, monitorизация, пынеряя на плакаре Ордонантеи депротеѣе, это дуса до полиѣа де сектор. То есть, в ориѣе ситуаѣе, дако агрессору ўнкалка aceле пресциѣи скрисе в Ордонанта депротеѣе, даре ле сутут доѓна несвишуѣрати дескриника дескрисе, дескраѣеѐкаторі, ла кыц метриѣа не ѕеitus не аре веѓе да се isnтое на скрисе витпоеще, децаки, децаки, дец aroma, децNING, skinny, Adrian, Если вы неиспляет, то витима требует с адресащим органами полиции опять. И в этом случае, как мы видим, есть привыкновение, если не есть, с лезиони, то есть у нас есть привыкновение, которые не было в том, как мы видим, что это вызовет действие. И, а именно, действие действия, действие действия, с целью в обязательство, чтобы уничить, чтобы уничить их, Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мать ребенка присутствовала на постоянных насильственных действиях над ребенком со стороны отца и в том случае, если она тоже не заявила и этот факт был выявлен, соответственно, в отношении матери непосредственно тоже могут быть применены определенные санкции вплоть до возбуждения уголовного дела по факту того, что она не приняла никаких мер для того, чтобы каким-то образом пресечь данные противоправные действия. И такое в практике существует. Я тебя благодарю. Была сегодня очень интересная тема. Я думаю, что она очень поможет женщинам в поиске своей правды. в том, что они имеют на самом деле определенные права, в том, что государство на самом деле на их стороне и они могут на самом деле использовать в полной мере ту законодательную базу, которая на сегодняшний день принята была в Республике Молдова. Я благодарю. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Сегодня в программе юрист для вас была адвокат Михаила Припельвица. Всего самого лучшего. Всех благ.